всем приветик всем доброго денечка хочу для новых своих подписчиков и которые просто случайно зайдут на мой канал посмотреть это видео хочу рассказать немножко о кошке снежинки кошка это не моя кошка это соседская у нее отказали задние лапы вчера я ее возила к доктору мы сделали снимки оказалось она еще и беременная в общем я взялась помочь соседу с этой кошкой в общем он ничего не знает живет один понятия не имеет что такое ветклиники и так далее ну и я подписалась ему помочь очень жаль не стала эту кошечку я вообще никогда стараюсь не проходить стараюсь помочь не бросаю в беде животных ну а тут вообще такое мы живем вот дом в дом рядом как как я могла отказаться в общем взялась я помочь этой кошечке поэтому хочу сразу пояснить кошка не моя смотрела за ней не я до такого состояния довела ее не я чтоб не не писали не задавали там лишние вопросы и тем более не осуждали меня как я могла такое допустить кому интересно предыстория снежинки посмотрите предыдущий ролик там вчера мы с ней ездили в клинику там есть снимки в общем там есть диагноз который ей поставили ну и и вообще все 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 что связано со снежинкой вот а сейчас я покажу как как проходили у нее роды и как я за ней ухаживаю кошка будет у меня до полного выздоровления дальше там посмотрим надеюсь с ней будет все хорошо и она выздоровеет . у меня не очень спокойно смотрите вот она родила одного котенка он видимо недоношенный чем моя девочка чуть 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 чем тебе помочь я не знаю сейчас уберу его уберу она видимо хочет хочет его облизывать или чем здесь смотрите это явно сформировавшийся еще котенок не надо не надо снежинка не надо сейчас я уберу здесь не мешочка блин ничего нет не надо вот такие вот делишки у нас слава богу первый вышел там было два на снимке видно еще один значит должен быть все пока не пузыря ничего больше не видно лежит спокойно вот немножко попила и все нет у нее опять не потухов ничего ночь наверно мне точно будет обеспечена пока два не выйдет мне куда спать нет надо уже досмотреть до конца и и бедная снежиночка плохо что можно было бы каким-нибудь блин вызывающий кольнуть и что не такое если врач был бы под рукой да может быть бы спровоцировал вот это вот так то я же не знаю как то это же наверно делается а так не знаю будем теперь куковать не до утра где лежит пока и спать не спит значит беспокоит же и все-таки что-то и не рожает будем ждать спать не буду буду еще наблюдать ее время у нас пол девятого всю ночь я караулю лак и рулила ничего не было только я видать и снова на рынке на пасе раз и на пол шестого было или пол пятого даже не помню прихожу вот торчит у нее это я уже вытащила до конца он сам выйти не может мне приходится вытаскивать ну все я думаю на снимке было два плода вот они два плода вышли сейчас я сразу же ей дала желешечку она кушает теперь наверное сейчас отзвонюсь доктору теперь поспокойнее уже буду себя чувствовать и как точно сказали мне на на этих снимках что она сегодня ночью должна рожать что она говорит ну родит у вас сегодня точно и смотрите как не схваток ничего не было и точно родила до чего техника дошла как они все точно знают все сейчас я пока мы вот это уберу потом помою ее и буду делать процедуры а ее подмыло смотрите и вот так сушу феном и она такая молодец она уже знает спокойно себе лежит сейчас мы досушимся сделаем укольчик примем уме и потом я помою и миску берут эту еду положу ей открою свежую пачку желешек покормлю еще попробую дать сухой корм посмотрю будет она кушать или нет и все а потом после 10 часов я уже созвонюсь доктором что он мне скажет но он мне вчера сказал если роды все пройдут нормально ждем 15 дней колешь уколы делаешь вот эти все процедуры что мне назначил и через 15 дней ко мне но я такая назойливая что все равно ему позвоню все покажу я же все снимала все ли там нормально я сделала все это ему покажу проконсультируясь с ним ну а мы продолжаем сушиться пока сушую вижу такую картину у нее торчит там еще один пузырь значит у нее все-таки три котенка просто этот ну снимок показал 2 она говорит и кажется еще за за одним еще один лежит я еще думаю навряд ли она такая худая и живота практически нету оказывается наверное действительно я так уже обрадовалась думала что все отмучилась моя бедолашка хотя бы в этой сфере оказывается нет ну ладно что бог даст теперь уже все как могла я ее подсушила сейчас буду делать у кончика потом еще кормить решила вначале и покормить смотрю она прям хочет кушать вчера то она слабовато кушала сегодня с утра аппетит у нее хороший считает желейку доела вот я и сухой принесла на отсюда эти вот вот и она видите сразу начала ладно сейчас пусть покушает и я чай заодно попьем да кену налила там хотели чай пить и я тут занялась думала быстро а нет в общем давай кушай моя хорошая потом будем делать процедуры укольчики муми и глазки надо помыть сегодня боли уже такой спокойный день не так меня трясет как вчера подпискивает иногда мяукает смысле не знаю что это означает давай кушай 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 значит все таки три наверно будет котенка у нее ну врач сказал 24 часа на эту процедуру отведено кошки знаю всем женщинам или только кошкам не уточняла здесь железку раскидала блин ну вот так друзья оставайтесь со мной как говорит малахов не переключайтесь будем дальше продолжать лечиться я тут готовлюсь к процедурам вот это у меня муми и я развела вчера с перепугу развела сразу большой стакан потом значит вот это у меня уже разведен антибиотик сейчас я его буду набирать шприц набираю один виде литер или как-то миллиграмм надо мне короче это пока отставляем так готово а мы ее набираем вот так шприцом и сразу ей в пасть буду вливать так потом у нас останется также кальций это я дам вечером чуть попозже и d3 вот этот само плохо она переносит d3 видимо он такой противный что мне даже жалко блин ее она так сразу начинает фыркать и морщится но никуда не денешься для срастания костей это нужно так что никуда не денется к сожалению я вам не могу показать как я делаю процедуру потому что мне некому снимать все заняты она же на полу у меня лежит а ради того чтобы просто показать вам таскать и убередить ее и кости я не хочу так что думаю это не очень интересно как я это делаю но поверьте мне я это делаю уже давно тем более этот антибиотик я колю в холку он сказал зад не надо в задние эти мышцы колоть потому что они у нее сломаны колю холку это вливаю в пасть все 12 часов где-то смотрите вот он вышел еще один можно сказать я его вытащила смотрю пузырь торчит я дернула чтоб она не мучилась вот ну слава богу что хоть бог меня пожалел и котята рождаются сами мертвые спасибо хоть за это все теперь я точно спокойно наверное ее мучения с гинекологической стороны закончены вы же служи снежиночка сейчас я уберу теперь сейчас заживет у нее там все и через 15 дней поедем на операцию думаю теперь будет все нормально да снежинка моя девочка моя девочка хорошая девочка конечно может быть кому-то не нравятся такие ролики но я уже предупреждала что я безумная женщина животное это вообще моя жизнь некоторые мне нравится некоторые с удовольствием тоже помогают и смотрят животных поэтому на всех же не угодишь ну кому не нравится перематывайте или или пока не смотрите конечно не все теперь ролики будут посвящены только снежинки также буду снимать и дальнейшее действие ну просто вот эти два дня это как раз прям ну я полностью посвящаю себя ей поэтому и и ролики такие будут пока вот эти два сегодня даже еще не расчесывалась верите нет все некогда блин как угорелая с утра пока завтрак пока посуду у меня же еще цыплята пошла теплицу открыла теплица была закрыта у меня вся снежинка его отвожусь шишки мои вроде чуть проходит не могу понять что за хрень еще же мне надо обед ужин варить но я бросила варить говяжьи ребра буду делать бешпармак быстро сытно и главное докен будет доволен чтоб не возмущался на меня что я тут нянчусь со своими котами сегодня опять у нас на улице бешеная погода бешеное похолодание в общем холодно 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 они же мне там не доварили вчера под виноград сосед который варит сегодня не может прийти его там отозвали куда-то в другое место батой сегодня с утра был они что-то там позамеряли забор и нам же вчера все это привезли и он решил что он там что-то нам сегодня по машине какую-то фару поменяет и все на сегодня ему по-моему в ночь на работу что ли в общем никаких таких движниковых дел не будет сильно на улице и не поработаешь потому что там сегодня прям реально холодно докен говорит я так по мелочи там по делаю свои делишки и на этом все когда лето будет уже не знаю так что вот рассказала пока свои эти варить готовить буду бешформак показывать не буду что там я уже неоднократно вам его показывала как я делаю и никаких таких дел и не сделаешь потому что блин в огород не пойдешь такая погода настроение честно говоря тоже нет у меня вот такая вот голова шальная я вообще когда ночь плохо сплю я потом себя очень плохо чувствую вот даже когда до кем пять уходит или приходит утра мне я же все равно стою его провожаю встречаем у меня потом целый день шальная голова как разбитая корыто так вот и сегодня я какая-то вся на эмоциях ну хотя меня вот это вот очень радует что все три плода вышли все сзади у меня опять не очень фон такой наша не заштукатуренная щиток от печки еще не доделали кто новенькие не знает купили дом год назад потихоньку делаем все но делаем все очень медленно так что не пугайтесь мы с кухни перенесли сюда печку сложили вот этот щиток как они за штукатуре с бери за штукатуре так и не доделали до конца не побилили ничего потому что делали уже поздно осенью потом сразу начали печку топить ну вот может бог даст за лето сделаем не знаю работники как сильно много нету мы один раз обожглись теперь кого попало не берем поэтому тише едешь дальше будешь я считаю так но никто же меня не убьет что я живу с этой не побеленной стеной да кто как может так и живет поэтому вот все моя это попила водички снежинка или глаз опять спит час покажу вот она видите попила я опять все подтерла у нее там чтобы мокрого ничего не было и все но я думаю сейчас я будет поспокойней сейчас я уже не будет мучить эти роды больше трех там не было это точно она сразу мне сказала что два а и третий это под вопросом волновить он все-таки был надеюсь четвертого не будет хотя кто его знает не будем загадывать но я надеюсь она такая худенькая такая точенькая я даже и в жизни бы не подумал что она беременна это мои если беременные ходили раньше так они как теле пузики их издалека было видно что мои кошки беременные а это ну пушинка пушиночкой все буду надеяться что сейчас она отоспится и будут эти кости у нее ну как сказать крепчать я ждаю ей кальций до 3 пусть отдыхает мы опять помылись посушились феном и я опять дала ей желешку покушать с утра она кушала сухой корма доедала тоже чуть-чуть желешечки сейчас я прям пол пачки положила сильно раскармливать тоже не хочу потому что неизвестно что она ела прошлой жизни поэтому два раза в день наверное может быть три раза буду давать чтобы не перекормить это еще проблема с пищеварением какие-нибудь на делаю но аппетит у нее есть видите кушает она с удовольствием а вот когда она была два дня у него он сказал она ничего не ела кроме воды конечно и надо у него спросить чем он ее пытался кормить если просто хлебом то конечно она не будет а если она отказывалась от мяса значит ей было совсем хреново но у меня вот сами видите аппетит хороший кушает до снежинка все скажи теперь буду поправляться все хватит мне болеть настрадалась уже так уже дней 5 мучиться все кушай не буду тебе мешать ну что друзья мои у нас уже пол седьмого можно сказать вечер снежинка ведет себя хорошо целый день она спит и поела два два раза очень прям хорошо с аппетитом один раз я снимала второй раз уже не стала ну что одно и тоже снимать в общем целый день спит думаю ей стало намного намного легче все процедуры я и делаю вот еще на ночь я сделаю ей один уколчик и на сегодняшний день все два раза я ее мыла потому что сегодня у нее был такой день что она вся пачкалась но вот после того как у нее прекратились роды вот это вот все 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 я и поменяла постельку я ее помыла высушила феном все она лежит у меня чистенькая опрятненькая целый день спит и даже мурлычет так что я думаю сейчас дела у нее пойдут получше вот эти 15 дней пролечимся может быть может быть что вот эти вот кости начнут срастаться сами он сказал наблюдай если конечности будут шевелиться значит это хорошо но пока я не вижу чтобы они шевелились сегодня я еще не до шевеления не знаю у нее и так был тяжелый день она просто вот такая вот отсыпается поезд и сразу опять в дрем прям мне нравится что когда я ее мою и сушу она вообще не возмущается ведет себя прям очень очень хорошо вот такие вот новости у меня по снежинке еще хочу сказать что я все-таки каким-то образом закрепила ссылку на танин интернет-магазин волберис кто знает можете посмотреть вот под прошлым видео я уже закрепила но хочу еще попробовать закрепите под этим потому что люди же без объявления не знали хочу хоть немножко рассказать о ее магазине она только начала ну чтобы хоть чуть-чуть какую-то рекламку есть создать может быть кто-то из моих подписчиков и будет пользоваться ее магазином вещи у нее неплохие вкус у нее очень хорошая она выбирает сама прогуляетесь по магазинчику может быть что-то вам и понравится потому что я знаю в россии все все пользуются этим магазином у нас как-то не очень он у нас как-то получается дороговато а вот там даже когда я жила мы уже гуляли по этим магазинам по этим ссылочкам так что под прошлым есть видео и под этим тоже я оставлю ссылку знаете это это не мой магазин это ее магазин там просто она такое-то сделала я давно мечтала открыть магазин вот моя мечта сбылась это не я это она пишет от своего имени просто я в этих ну в комментариях оставлю я не умею еще где там надо оставлять не знаю комментариях умею раньше youtube как-то удалял а видимо после того как у меня набралось тысячи людей он уже наверно разрешает что ли я это так поняла сегодня пробно сделала смотрю висит до сих пор значит уже можно думаю так сегодня мои красотки таня с анастасией канал настя питер тоже кто еще не знает это моя младшая сестренка у нее канал настя питер ссылочку я тоже оставлю может быть кому интересно глянете две моих красотки сегодня поехали на фонтаны в петербург будут там все снимать все нам покажут сказали правда я не знаю сегодня она смонтирует выложит или когда и завтра вообще тоже на работу наверное сегодня уже выложит так что ночью наверное выйдет кому интересно гляньте ссылочку я оставлю настя питер и натанин магазин вот ну что на сегодня наверное я буду уже закругляться то я вас утомила наверное даже не знаю больше ничего такого сегодня делать я не буду процедуры вы уже знаете какие я делаю состояние у нее в стабильная буду держать вас в курсе задавайте вопросы кому что интересно я всем все отвечу ну и конечно же завтра я опять вам расскажу как у нее дела но думаю что хуже не должно быть вот самое тяжелое она уже прошла перетерпела вот ту боль когда кто-то в нее стрельнул и стукнул уже считая думаю что у нее претерпелось это боль потому что она не плачет не мягче ничего вы знаете такая вообще кошка интересная и мою ее она вообще не сопротивляется и сушу феном моих попробую феном послушать у них шерсть вот так дымом становится вырываются царапаются а это нет молодец вообще думаю что вот сейчас ей уже будет полегче буду вкусненько ее кормить мыть и делать процедуры и пускай отсыпается вот эти 15 дней пускай набирается сил а потом уже поедем будем убирать вот эти вот пульки а с костями не знаю пока что он скажет что будем делать так что ребят все на сегодня я хочу с вами попрощаться ну как всегда по традиции ставьте мне лайки чуть не сказала опять класса пишите мне комментарии подписывайтесь на мой канал спасибо что вы со мной пока пока до завтра